Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши и Пшара. Президент Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со стихийным бедствием, произошедшим в Москве накануне. От имени народа Республики Абхазии от себя лично выражаю соболезнования и разделяю скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, обрушившегося на столицу Российской Федерации 29 мая 2017 года. Выражаю надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших, говорится в тексте соболезнования. Президент Рауль Хаджимба принял генерального директора Рубчерноморэнерго Аслана Басария. На встрече речь шла о состоянии Ингургеса, готовности к летнему сезону, о ремонтных работах на различных подстанциях по всей стране. Аслан Басария отметил, что зимний сезон пройден благополучно благодаря своевременной реакции. Касаясь вопроса оплаты за использование электроэнергии, Басария подчеркнул, что собираемость налогов за последние два года повысилась на 4%. Однако этой цифры недостаточно для того, чтобы управление могло самостоятельно справляться с последствиями аварий. Конечно, по собираемости у нас проблем много. И в рамках энергетической комиссии, которая у нас состоялась, речь идет о нескольких проектах законов и проектов постановления, которые дадут, предположим, такие возможности, как инкассировать денежные средства у компаний, которые имеют задолженность за потребленную электроэнергию. Это даст нам очень положительные, серьезные результаты. Даст возможность, наконец, установить нормативное количество электроэнергии для тех абонентов, которые не оснащены приборами учета. По сути, мы хотим каким-то образом задействовать абонента для того, чтобы он тоже устанавливал прибор учета, чтобы он был заинтересован в установке прибора учета. Рауль Хаджимба провел расширенное совещание по вопросу организации курсов по изучению государственного языка для госслужащих и другим аспектам реализации норм закона о государственном языке. Президент подчеркнул, что обучающие курсы – это лишь один из шагов в вопросе сохранения и развития государственного языка. Он также отметил настоятельную необходимость полноценной реализации всех мер, так как это закладывает основу успеха на перспективу. Как сообщил премьер-министр Беслан Барцес, правительство рассчитывает организовать всю деятельность кабинета министров на абхазском языке до конца 2017 года. Глава государства отметил, что все госучреждения должны вести работу на государственном языке. Для того, чтобы это стало возможным, действовать в этом направлении всем необходимо неформально, а в полную силу. Министр образования Ангур Кокоба сообщил о том, что ранее обращался с просьбой к руководителям министерств и ведомств на получение списков госслужащих, не владевших абхазским языком с указанием их профессии, что станет полезным подспорьем в организации обучающих курсов. Особо важен вопрос подготовленности самих преподавателей таких курсов, отметил министр образования. Заместитель председателя Госкомитета по государственному языку Томила Аршба отметила, что отсутствие значительных результатов многолетней работы в стране по развитию языка заключается в отсутствии должного контроля. Она подчеркнула особое внимание со стороны руководства страны, лично президента, к вопросам сохранения и развития государственного языка. Итоги первой половины 36-го театрального сезона и планы на ближайшее будущее Росдрама обсудили в пресс-центре абхазского телевидения. На вопросы журналистов отвечал генеральный директор театра Иракли Хинтба. На сцене русского театра драмы имени Фазиля Искандер в течение полугода было сыграно 75 спектаклей, в среднем 3 спектакля в неделю. Показатель абсолютно беспрецедентный в истории абхазского театрального искусства, отметил гендиректор театра Иракли Хинтба. Я благодарен нашему коллективу, который поверил, объединился вокруг тех задач и целей, которые были поставлены, и вместе мы достигали этих целей в течение этого времени. Иракли Хинтба подчеркнул, что за короткий срок в театре произошло немало видимых изменений. К примеру, русский театр драмы был назван именем Фазиля Абдуловича Искандер. Было введено новое сокращенное обозначение театра «Русдрам», для того, чтобы оно было на слуху и легко выговаривалось. А еще «Русдрам» начал работать с утвержденной афишей на два месяца вперед, что непривычно для истории абхазского театрального искусства последних десятилетий. Поменяли многое внутри театра, в производственной части, в административной части, в творческой части. Мы стали более открытыми. Я считаю, что театр, который закрывается от общения с внешним миром, он обречен на прозябание. Потому что театр – это площадка, которая должна обдуваться всеми ветрами. На пресс-конференции гендиректор «Русдрама» Иракли Хинтба заверил, что на лето коллектив театра готовит очень много интересных сюрпризов. 15, 16, 23 – Примадонны. Потом у нас «Софичка» «Искандер», спектакль студентов «Щуки» 20 июня. В рамках фестиваля «Фазилия Искандера. Стоянки человека». Шедевры московской сцены с 26 по 30 июня. В июле, 25 и 26 июля, новые приключения «Братца кролика и братца лиса». Следующая большая премьера у нас состоится в октябре. И мы этой премьерой откроем 37 сезон. Это будет спектакль «Ревизор Гоголя». Очень актуальная тема. Премьера первого спектакля «Убийство Гонзагу» на сцене «Русдрама» прошла в мае 1991 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии театр не работал. После окончания войны для того, чтобы собрать полноценную труппу, была создана театральная студия. С 2016 года «Русдрам» стал стремительно развиваться. На сцене театра показали «Тортьюф», «Рождество в доме Купьева», «Черная курица» или «Подземные жители», «Железный дровосек». Спектакли собирали полные залы. Театр продолжает радовать публику новыми интересными постановками. 30 и 31 мая для любителей театрального искусства на сцене «Русдрама» пройдет спектакль «Пять вечеров». Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Молодежь будущей страны. Каким оно будет, обсуждались сегодня за круглым столом представители Госкомитета по молодежной политике и молодежной организации. Основная цель встречи – консолидация молодежи и полный охват всей их молодежи в возрасте от 15 до 30 лет. Выработка планов работы на ближайшее будущее и налаживание взаимодействия между районными отделениями Госкомитета. Исфа Аршба продолжит тему. Организаторы круглого стола, представители молодежи, отмечают необходимость налаживания взаимодействия между молодежными организациями Абхазии. Положительное влияние на эффективность и качество молодежной политики оказывает менталитет народа. Его устойчивые моральные ценности. В то же время реализация воспитательной работы в отношении молодежи должна опираться на общечеловеческие основы мировосприятия, учитывать современные тенденции развития общества. При наличии у каждого народа отличительных черт существуют общие первоосновы, главное из которых стремление воспитать новое поколение более совершенным. По мнению руководителя Госкомитета, проблемы молодежи должны быть доведены до уровня вопроса национальной безопасности страны. Выверенная молодежная политика закладывает серьезный фундамент будущего нашей страны, считает Аля Савицба. Известно, что без исторической памяти нет традиции, без традиции нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа. Участники круглого стола отмечают, что нормативной основой для работы с молодым поколением на территории Абхазии служит лишь один документ – стратегия социально-экономического развития. Этого недостаточно для результативной работы Госкомитета. По мнению собравшихся, необходим закон, регулирующий молодежную политику, стратегия, которая позволит молодежи стать полноправными членами общества, формировать будущее страны вместе со старшим поколением. Помимо нормативно-правового регулирования отрасли, отсутствуют четкие стратегические задачи и целеполагания в сфере молодежной политики, что приводит к недопониманию по развитию идей направлений государственной молодежной политики. Надо четко поставить задачи и направления их деятельности, в которых они должны двигаться для достижения общей цели. По мнению участников круглого стола, воспитание подрастающего поколения – один из важнейших вопросов, который стоит перед государством. И от того, на каком уровне будет проводиться работа с молодежью, зависит будущее нашей страны. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok